Добрый день! Мы рады приветствовать вас в стенах библиотеки Белинского. И вы, наверное, знаете, судя по количеству книг, которые лежат у нас на столах, вы уже знакомы творческо как вам Евгения, а сегодня у вас есть возможность познакомиться с ним лично. И Евгений нам расскажет обо всём, что мы бы с вами хотели услышать. А может прикрыть пока? Да, я добавлю, что сегодня будет у нас ещё викторина. Можно будет выиграть призы на знания саги Дерцария. Можно будет приобрести книги, у кого ещё, может быть, нет каких-нибудь эпизодов этой саги. Потом у нас ещё будет связь по скайпу с Цхэнбалом. Ну, обо всём по порядку, да? Будьте активны, задавайте вопросы. Вот, может быть, кто-то первый, кого-то вот на сердце есть такой вопрос, который хотелось задать. Так что просим, времени у нас не очень много, поэтому хотелось бы, чтобы у нас всё прошло очень динамично и интенсивно. Ну что, кто самый смелый? Хорошо. Тогда, может быть, Евгений, я задам тебе первый вопрос. Из чего родилась идея описать Зерцалью? Так, это уже работает? Да, всё работает. Добрый вечер, очень рады всех вас тут видеть. Некоторые лица мне уже даже знакомы по прошлым встречам. И да, вот девушку я даже видел в литературном квартале в прошлом году, по фотографии узнал. Вот, у нас сегодня немножко так всё сумбурно, в торопях, потому что две встречи назначены сегодня в Екатеринбурге. Одна вот уже у нас началась. Вторая будет в магазине на Блюхера, 12, живое слово. Вот, поэтому постараемся всё успеть и объять. Значит, сама идея книги, откуда взялась, очень часто задают этот вопрос. И очень часто, не знаю я, как на него сразу ответить, вообще задумка каждой книги, она случается вот буквально из ничего, какое-то случайное, что-то увиденное событие, какое-то, может, там, слово услышанное, какой-то смешной диалог, который как-то перерабатывается и может развиться во что-то. Вот, ну, конкретно Зерцали, вот у меня первая самая мысль о создании вот этого произведения, это был просто сон, приснился. Я уже, наверное, рассказывал, если кто-то уже бывал на предыдущих встречах. Просто какая-то такая картинка возникла, я уж не знаю с чего. Стеклянный город, ночь, три луны, не знаю, почему три. И в каком-то узком таком переулке, значит, шагает женщина в облегающем тело костюме, и на плече у неё коса. Вот, ну, а коса у неё прозрачная, стеклянная, потому что свет этих трёх лун, он проникает сквозь вот это лезвие. Вот, ну, как-то вот бывает, что сны забываются сразу после пробуждения, а тут как-то вот не забылось почему-то. Ну и просто со временем эта идея как-то, видимо, обрабатывалась, у меня перерабатывалась, добавлялись какие-то новые. Вот, и в конце концов я понял, что надо это просто всё записать. Есть у меня специальный блокнот, куда я записываю разные интересные идеи, которые можно развить потом во что-то очень такое хорошее, оригинальное. Сейчас этих блокнотов уже у меня не один том, скажем так, целая стопка. Вот, и когда вот несколько идей так легли воедино, и как раз у меня сложился сюжет самой первой книги серии «Зерцалия». Вот, но в тот момент главным героем был мальчик, и звали его Матвей. А потом, когда уже это понравилось представителям издательства «Росмен», вот, тогда уже пришла идея, как это можно всё развить и сделать из этого не одну книгу, а серию. Вот, ну и опросы, различные исследования показали, что на тот момент читателям было интереснее читать о героине, а не о герое. Вот, поэтому меня попросили немножко этот текст переработать, переделать, и как-то вывести так, чтобы главным героем-то всё-таки был не мальчик, а девушка. Вот, что я и сделал. И очень удачно у нас всё получилось, так совпало. Сразу был такой план набросан, что книг будет шесть. Тогда ещё никто не знал, что «Час идеев» тоже будет шесть. Серия, которая стартовала в «Росмене» перед моей. Вот, но потом со временем вот на писательство просто пришёл такой момент, что либо шестая книга была бы очень толстая, либо её просто следует поделить пополам. Вот, к чему мы всё-таки в итоге и пришли. Вот, поэтому шестая книга, вот она сейчас уже вышла и продаётся. Даже вот там вот я её уже увидел, вот дом книги у нас там торгует. Вот, и в данный момент я работаю уже над седьмой заключительной книгой этой серии, которая пока ещё не получила какого-то названия. Есть несколько вариантов рабочих. Вот, и процесс идёт, идёт интересно, и процессом я доволен. Вот, ну а началось всё вот, да, с такого силуэта странного в ночном городе, который вот приснился. Вот, вкратце. А правда ли, что есть случаи, что будет сниматься сериал по вашим произведениям? Или это только случай? Вот, я знаю, что заключён договор на экранизацию книги «Ну, не зерцали я Академия Пандемониум». Это ещё одна серия. Вот, но пока всё так на уровне переговоров. То есть никаких новостей я об этом не знаю, что-то там делается или не делается. Главное, что мы пока вот заключили договор, и мне даже как-то некогда особо за этим следить, потому что вот постоянно идёт процесс непрерывного написания. Вот сейчас «Зерцалия», а потом следующее. Вот уже знаю, что будет писаться продолжение Фанаси Никитина после «Зерцалия». Также сейчас вот уже тоже, наверное, многие знают, что стартует новая серия, которая будет называться «Пардус». Это будет ответвление от «Зерцалии». Главным героем там будет Никита Легостаев, один из второстепенных героев, который понравился многим читателям даже больше, чем некоторые главные персонажи. Вот, то есть работы много, и как бы нет времени за этим отслеживать. Ну вот, да. А насчёт «Зерцалии» пока я не слышал, чтобы поступали предложения. Может быть, просто наши киноделы, как бы выразить это. Ну, не обладают достаточными бюджетами, скажем так, для экранизации этой серии. И для отслеживания ещё. Да, потому что вы читали книги и знаете, что это потребует очень больших затрат. Даже если взять одну первую книгу, это вот эти гигантские собаки, которые прокидывают автомобили. Вот как это снять в российском кинематографе, по-моему, сейчас у нас такого просто не делают. Но если такие предложения будут поступать, то я думаю, что и издательство, и я с удовольствием их рассмотрим. А на самом деле секрета особого тут нет. Очень часто тоже задают вопрос, почему книги выходят так часто. Но они на самом деле… На сегодня издано 16 книг. Вот «Пардус», который появится в магазинах уже в конце апреля, это уже будет 17-я по счёту книга. Я небольшой секрет открою. Когда писалась первая «Озерцалия», на тот момент уже было написано две части «Аграфены» и почти закончена «Фанасий Никитин». И то есть, когда книга вышла, а в другом издательстве как раз только-только пришло желание редактору, что можно издать ещё и вот эти книги, и просто получилось, что они вышли все так параллельно. У меня в этом плане, наверное, 2013 год вышел таким ударным. В общем, там в течение года вышло, по-моему, не соврать, 5 или 6 книг. Нет, не 13-й, 14-й. Или 13-й, всё-таки уже сам запутался. Просто что вот так совпало, что они подкопились, и как-то вот в одно, буквально полугодие, все книги были изданы, вышли в трёх издательствах. Это «Росмен», это издательство «АСТ», и в Белоруссии вышло 4 книги издательства «Интерпресс-сервис». Вот, а дальше процесс идёт таким образом, что я 3-4 месяца пишу книгу, сдаю её в издательство, начинаются корректорские правки, редактура, Ольга Зекис начинает рисовать обложку. Этот процесс занимает в среднем месяца 2-2,5, и в то время, пока над книгой уже идёт такая активная работа, я в это время потихоньку начинаю писать продолжение. И когда, например, очередная «Озерцалия» уже появляется в магазинах, то в следующей книге у меня уже написано примерно 2 трети, вот как сейчас происходит буквально седьмое. Вот, и поэтому, может, на самом деле кажется, что книги выходят буквально так быстро-быстро, но на самом деле просто есть такой запас времени, который вот выдерживается. И одну книгу от другой у меня отделяют, ну, месяца 4-5, наверное. Вот, то есть особых секретов-то тут и нет. Да, пожалуйста. А сколько к нам вы пишете в один день? А я в этом плане какой-то, видимо, человек ленивый. У меня никогда не бывало такого, что за день нужно сделать какой-то определённый объём работы. Вот. У меня вот, например, пришло желание, я могу сесть и написать 2-3 главы. А бывает так, что сядешь, откроешь этот вордовский файл, посмотришь на него вот так, потом залезешь в ВКонтакт, в Фейсбук, в итоге всё закроешь уже благополучно, и в этот день уже не делаешь вообще ничего. Поэтому, да, социальные сети — это зло для творческих людей. Вот. Ну а так в среднем, например, если какая-то сцена такая динамичная, динамичные сцены почему-то пишутся гораздо быстрее, чем драма, там, лирика. Вот. По четвёртой книге, я вот помню, вот момент «Тетрагон»-то все уже прочитали? А то сейчас спойлеров тут накидаю у нас, то сейчас война идёт ВКонтакте. В четвёртой книге «Зерцали» и «Тетрагон» одна из таких сцен была глобальных — это на подземном кладбище. Помните, когда в Катерине просыпается тёмный гламор, когда там и «Дельфина», и «Кай», всё так происходит очень динамично. Вот. Там вся сцена занимает, по-моему, две или три главы. Я вот их написал за один вечер. То есть вот как-то сразу представил эту картину, и потом мне приходилось только это всё записывать, как это всё происходит. Это как раз один из тот моментов, когда герои начинают жить собственной жизнью и уже поступать так, как нужно им, а не так, как это думает автор. Вот. То есть вот так. Ну и ещё. Почему главный Генеин зовут именно Катерина? А когда эта серия вообще задумывалась, то хотелось написать именно такое вот российское фэнтези. Как раз у нас такой был момент в издательском мире, что особо российских книг-то не было в этой тематике. А Катерина – это, мне казалось, исконно такое русское имя, причём ещё фамилия Державина такая сильная, мощная, да, отсылающая, наверное, даже ко временам ещё Российской империи. Вот. Поэтому как-то вот это имя просто сразу возникло, само собой. Вот. Ну и ещё сама тематика, что главные злодеи изначально – это были потомки древних дворянских родов российских, которые организовали при содействии Калиостро вот это оккультное общество очень много там столетий назад. Вот. И поэтому изначально все имена вот как бы в серии, они именно такие, что вроде исконно такие русские, и причём с такой суклоном в древность там Матвей, Катерина, Алексей, фамилии, вот у них такие все. Некоторые фамилии, причём реально упоминаются как бы в российской истории. Вот. Ну, конечно, это не те самые люди, но просто вот есть такой небольшой посыл. Вот. Поэтому главной героиней стала у нас Катерина Державина. Да, пожалуйста. А вы правообразно Катерина? Есть какой-то человек, который по обеспечению было между Катериной? А по главным героям у меня таких людей почему-то нету. Они вот придуманы от и до. А второстепенные персонажи, вот тут уже я поизгалялся в воле над своими знакомыми. Есть несколько людей, которые даже себя узнают в этих книгах. Некоторых даже зовут точно так же. Вот. Если, например, у меня ВКонтакте в списке друзей поройтесь, то найдёте очень много знакомых, имён и фамилий. Вот. Ну, конкретный пример – это в третьей части появляются вот эта парочка Алена Александровна и Марьяна. Это реально существующие девушки, женщины. И вполне они как бы так и общаются в жизни, что вроде они и подруги, не разлей вода, но постоянно друг другу так стебут, что там… Вот. Все смеются. Так что вот так вот. А как они относятся к тому, как их… изобразили в книге положительно больше? Ну… Я их изобразил… И есть какие-то претензии? Претензии, конечно, есть у всех, но такие… что они приходят на связь? Позитивного такого характера, что… Поначалу, когда они, конечно, книгу читают, там начинается… «Ой, чего там?» А потом уже они понимают, что ничего плохого в этом нету, и в основном такие персонажи позитивные, вот поэтому уже как бы там всё. Ну, ещё? Ну, Алиса Альчер, она как бы вот… Ну, опять же, представляете, сколько-то у нас есть. А она что-то, ну, как-то ещё помогала бы в занятии? Алиса у нас человек очень такой творческий и увлечённый, но она больше у нас фотограф, художник всё-таки. И вот у неё есть такое хобби, как она… Ну, как написательство, написание стихов. Вот, поэтому она помогла мне очень так сильно и хорошо, когда я попросил написать вот это заклинание именно в стихах. А я просто набросал ей слова, фразы, которые должны были упоминаться в тексте, там от чего-то оттолкнуться. И потом она это всё очень красиво так уложила. Вот, а так я ещё считаю, что большую помощь она оказала, когда у неё такой возник проект. Она начала снимать героев «Зерцали». Вы, наверное, видели все эти фотографии. Вот, там, конечно, люди, модели, которые были заняты на съёмке, они немножко постарше, чем герои, которым 15-16 лет. Но всё равно что-то такое присутствовало, она смогла уловить вот какой-то такой нюанс, там как-то подчеркнуть вот именно особенность какого-то того или иного персонажа. Вот, и когда даже вот мы присутствовали во время съёма, когда я наблюдаю, как она вот это всё делает, придумывает. И всё равно как-то сразу так идеи какие-то возникают, которые тоже можно потом немножко переварить и уже как-то вот тоже включить в книгу. Поэтому, да, вот в этом плане помощь была. Вот, но сейчас её уже тоже как бы хорошо знают. поклонники Зерцалии. Мы недавно ездили в Москву. Она поехала, вот, просто было у неё желание пофотографировать вот все эти встречи. Но и вышло так, что в один прекрасный момент у неё там даже в магазине начали брать автографы. К чему она очень сильно сама удивилась. Ну, тоже так было необычно и приятно. Вот. Да, пожалуйста. Ну, в принципе, это такая большая очень подготовительная работа, когда автор начинает новую книгу. Прежде чем вставлять персонажей в какое-то действие, которое задумано для них, то да, надо действительно очень так хорошо продумать каждого персонажа. Там я вот прямо по каждому составлял список. Это вот как есть такой совет, не совет, как это назвать, я даже не знаю. Когда сценаристы пишут сценарии для фильмов, сериалов, но это тоже работает и для писателей, что, например, у каждого героя должна быть сильная сторона, чем он отличается от других, и какая-то слабая сторона его, Ахиллесова пята. Вот. Должно быть какое-то у него увлечение, какие-то особенности, характеры. Вот. И когда, например, происходит какая-то ситуация, ты уже, исходя из этого, уже сам примерно представляешь, как именно этот герой в такой ситуации поступит. Вот. Поэтому, да, работа как бы такая большая. Ну, это главное начать. Потом, когда уже в процессе написания книги уже характер как бы разработан от и до, тогда этот герой вот тоже на самом деле сам начинает уже действовать, а стоит столько за ним записывать то, что он там творит. Давайте. У вас в каждой книге описано очень много всяких событий и новых предметов, но как именно из всего-либо выбирать название? У вас название достигло одного слова. Ну, это тоже был такой небольшой ход. Издательство Росмейн мне его предложило еще в самом начале вот этого проекта, чтобы каждая книга состояла название из одного какого-то слова и желательно, чтобы кончалось оно на «он» или «и он». Ну, это такая фишка как бы серии. И уже даже в магазинах люди именно узнают вот это вот, что да, это «зерцалия». А вообще, да, в каждом как бы сюжете присутствует некий артефакт или просто какое-то там событие такое знаковое, которое мы выносим с заголовок. Вот сейчас как раз с седьмой книгой у нас тоже история такая. Тоже там есть и артефакты, и события такие очень интересные. Вот, поэтому несколько вариантов у меня есть название. Вот мы выберем, какое будет наиболее точно отражать. Вот, потом его тоже везде озвучат в группах. Да, пожалуйста. Какую книгу подставать тяжелее всего? Ну, вот, по описанию. Из «зерцалий»? Ну, вообще. Вообще тяжелее всего, наверное, идет как раз та книга, которую пишешь в настоящий момент. Вот сейчас у меня вот как раз с седьмой из «зерцалия» вот такое вот идет дело. Но она тяжела не в том плане, что как-то плохо пишется как-то со скрипом, со скрежетом, а что это все-таки финал, и надо сделать его достойным. Надо поднять все линии сюжетные, чтобы они достойно завершились, чтобы выстрелили, как говорят, все ружья, развешанные по стенам. Вот, потому что есть некоторые моменты, они упоминаются в предыдущих книгах серии, и вроде как читатели уже думают, что про них забыли. А на самом деле все это должно в итоге сыграть свою роль. Так что да, вот как-то вот так. Ну, а, наверное, интереснее всего тоже вопрос. Продолжу немножко. Все-таки писала самая первая книга. Потому что когда создаешь вот этот с нуля новый мир, новых персонажей, вот тут это очень такой всегда увлекательный процесс. Вот, ну, а потом уже оно идет, как говорят, как по накатанному. Ну, вот так. Да, пожалуйста. Изначально рабочий вариант названия у этой серии был «Властелин из-за зеркали». Тоже такой секрет вам небольшой приоткрою, если его еще нигде не открывали. Вот, а потом, когда возникло такое название, вот именно для вот этой страны, то просто подумали, почему бы мы не вынести это название в заголовок. Слово «озерцалия», оно даже как-то звучит, как-то так интересно, загадочно нам казалось на тот момент. И сразу вызывает какие-то ассоциации с чем-то таким чудесным, да, сказочным. Вот, ну, поэтому вот его и вынесли. Ну, еще, чтобы немножко огородиться от того, что вот именно слово «зазеркалье», оно все-таки такое растиражевано достаточно. Очень много книг уже с такими названиями есть. Вот, ну, а я как бы старался сделать именно что-то такое оригинальное, чего еще не было. И, может быть, и были все эти уже какие-то моменты в других книгах, но вот в нашей серии вот они поданы как-то вот с совершенно другой стороны. Вот, поэтому «зерцалия». Да, пожалуйста. А было когда-нибудь так, что везде по улице не видите в верхних людях своих персонажей? Как-то такой был момент у меня в Питере. Мы ездили в Питер два года назад летом. Вот, а Питер сам по себе город такой какой-то, в нем какая-то такая атмосфера сказочная присутствует. И да, вот там очень много таких персонажей гуляют по улицам, колоритных, которых просто так не встретишь даже в том же Екатеринбурге. И иногда вот смотришь, думаешь, да, вот так мог бы выглядеть Алекс. Или там еще, например, Ирина Негурсова. Нет, это из другой книги. Ирина Калипцова. Когда такая бойкая толстушка такая идет во главе там трех-четырех девчонок. И ты понимаешь, что в этой компании она вот такой двигатель, который всех движет, а они все за ней только успевают. Так что да, иногда такое действительно бывает. Вот. Да, пожалуйста. Санкт-Эренбург. Ну, изначально хотелось поселить их, конечно, в Питер, раз уж у нас был такой толчок именно от российской истории, что все вот эти дворцы, дворянские собрания. Вот. Но потом тоже пришла такая идея, почему бы не сделать этот город чем-то таким, что он узнаваем с одной стороны, а с другой стороны читатель понимает, что это все нереально, это все где-то так за пределами. Вот как в Бэтмене, например, вот этот Готэм, что все знают, что этого города нет на карте, но это по сути это тот же Нью-Йорк. Вот. Но вот у нас такая вот фишка с Санкт-Петербургом. Вот. И сейчас тоже уже читатели некоторые знают, что есть книги, действия которых тоже происходят в этом городе, хотя они никак не связаны с Зерцалией. Это как раз тоже уже давно было такое желание создать какую-то вселенную, где действуют и пересекаются персонажи разных книг. Вот. Ну и вот только-только сейчас вот это начало воплощаться в реальность. И вот новые книги выходят, и читатели уже узнают, что, например, в Зерцале есть персонажи, которые упоминаются в Академии Пандемониум, что некоторые герои Пардуса тоже живут в Зерцале. Ну, как вот в книге Зерцале. Вот. И когда вы будете читать Пардус, то будет такая своеобразная игра, не игра. Будет очень интересно угадывать, в какие временные рамки происходят события до Зерца, или после, или параллельно с ней. Ну, это вот первая книга появится в продаже, и вот тогда вот, наверное, уже начнете догадываться. Да. Да, пожалуйста. А можно погромче? Наташа Назарова? Да. А какой был вопрос? Ну, Наташа такой персонаж сложный, и один из самых интересных по развитию своего характера. И давайте я, наверное, не буду открывать всех секретов, потому что в седьмой книге ждет тоже очень такие неожиданные читатели моменты. Но пока пусть это будет так, интригой. Да, пожалуйста. Как Вы придумывали название городов, целя, мостов и тех же самых лун? Ну, название лун, начнем с них, раз три луны, а мы очень так активно используем, ну не мы, я и мой редактор, скажем так, именно всякие мифологические вот такие вот элементы, то название лун — это имена трех сестер, которые упоминаются в древнегреческой мифологии. Вы, может быть, их помните по Перси Джексону, это было три старухи, у которых был один глаз на троих, они по очереди его передавали. Их звали вот именно так, и перевод вот этих имен на русский язык, вот он как раз взят оттуда. А вообще названия как-то рождаются сами собой, за основу взяты какие-то элементы немецкого языка, потому что вот слово «шпигель» по-немецки — это зеркало, а «норд» — это, да, ну там «норд», «ост» — это приставки городов, и тем самым уже человек понимает, на какой точке карты Зерцали вот эти города находятся. «Вестхеллион» тот же, ну «хел» — это ад, преисподня, и там творятся такие как раз дела-то, что название оправдывает. Вот поэтому вот главная какая-то основная линия, основная идея книги, а потом сами названия уже будут возникать просто сами собой. Да, пожалуйста. Феофания — исконно русское имя, тоже в старославянских легендах оно упоминается. И еще был такой очень старый фильм про языческих каких-то волшебников, там колдунов, назывался «Феофания, рисующая смерть». Еще вопросы? Да, пожалуйста. «Самая любимая книга?» «Самая любимая?» «Вообще из всех?» «Вообще из всех?» Но я человек очень много такой читающий, поэтому как-то сложно назвать что-то одно. Я, наверное, просто скажу вот книги, на которые меня оказали самое большое впечатление еще вот с подросткового возраста. Может, вот исходя из этого как бы и что-то у меня такое пошло по жизни. Мне очень понравилось в свое время произведение Кира Булучева, называлось «Сто лет тому вперед». По нему еще был снят фильм, называется «Гости из будущего». Может, вы все смотрели. Это безумно интересная книга о путешествиях во времени, о приключениях таких, когда подростки из будущего попадают в наше настоящее время и как-то пытаются акклиматизироваться. А также, когда уже потянуло на что-то серьезное, это был роман Стивена Кинга «Оно». Очень такое большое масштабное произведение. Тогда мне казалось безумно страшное. Но он очень хорошо, Стивен Кинг, именно создавал характер персонажа. Прямо вот так описано, что как в кино смотришь, персонаж на самом деле живой. И как-то всегда хотелось сделать что-то подобное. Поэтому вот две книги, которые так меня направили в нужное русло. А любимых сейчас очень много. А нефантастических книг? Нефантастических. Из нефантастических очень понравилось. Есть писатель Роберт Маккамон или Маккамон, сам не знаю, как правильно ударение. У него есть трилогия, которая начинается с книги «Голос ночной птицы». Это что-то такое детективное и историческое одновременно. Там абсолютно нет ничего фантастического. Но так все описано как-то так красиво, вкусно и захватывающе, что я вот уже три книги просто запою. Скоро говоря, должна выйти четвертая. Вот уже жду с нетерпением, как и все другие читатели. Да, пожалуйста. Какой выбор профессии писателя? Профессия писателя? Это первая профессия. У меня это не профессия, это скорее очень интересное хобби. Вообще я работаю в театре, музыке, драме, комедии. Специальность моя называется заведующей литературно-драматургической частью. Она включает в себя работу с текстами, с пьесами, обработку пьес, которые должны ставиться на сцене в скором будущем. Ну то есть тоже так связано с таким литературным творчеством. Вот очень интересная работа. И она в какой-то мере постоянно заставляет держаться в тонусе, что ли. Вот именно чтобы мозги в одном направлении всегда работали. Вот как говорят, что хорошо писать книги, надо самому очень много читать. И вот приходит так, что мне по работе прямо положено все читать и писать. Поэтому у меня все это очень хорошо идет. Да, пожалуйста. А Платон Далманский, художественная версия? Платон Далманский — это один из персонажей книги «Академия Пандемониум». Там, если кто-то читал, читали ведь, наверное, уже кто-нибудь, да? Там существует такой круг первородных. Это тоже такое оккультное общество. И вот этот Платон, ввиду того, что он очень такой скрытный, загадочный и в то же время обладает какими-то странными способностями, он изначально был именно как персонаж вот этой книги задуман. А потом мне показалось очень интересно ввести его в Зерцалью, потому что те задачи, которые вот предполагались для какого-то персонажа конкретного, это вот прямо вот он подходил туда-оттуда, точно так же, как и Серафима, его дочь, которая такая вся хулиганка-бандитка, и что она может сделать такое, чего, например, не может сделать та же Ирина или Артем. Там и замок взломать, и стекло выбить, залезть куда-нибудь, что-то такое. Вот она себя показала такой и в Академии, и вот в Зерцале. Вот, ну и в последней, вот в седьмой книге, сейчас тоже им там будет такая отведена очень важная роль. Поэтому вот такой кроссовер как бы получился. Все, пока? Нет еще? Давайте, пожалуйста. Пантеон. Ну, где-то в среднем тоже на него ушло 3-3,5 месяца. А процесс тоже такой интересный довольно-таки, когда вот сидишь, пишешь книгу, и все авторы говорят, что прежде чем ее сдавать в издательство, надо ее отложить, чтобы она полежала лучше месяц. Но у нас таких сроков нету. Я им даю выдержку всегда 2 недели текстом. И потом, когда 2 недели пройдет, автор сам вот даже открывает книгу, и он видит все свои ошибки, все свои неточности, все свои вот косяки, по-русски говоря. И бывает так, что даже я сам читаю и тут же начинаю выправлять все, вплоть до того, что предложения местами меняются или добавляется там что-то, убавляется. Поэтому где-то вот так в среднем получается 3 месяца на написание книги, 2 недели она лежит, потом 2 недели правок, и потом уже идет отправка в издательство. Да, пожалуйста. Ну, на данный момент она уже... Вы сейчас на какой книге? На последней. На данный момент уже у нее все ее способности как бы достигли своего апогея. Там уже процесс такой идет, что ей уже надо исполнить вообще то, ради чего ее рождение было запланировано вот этими вот властелинами. Вот поэтому дальше уже не будет. Сейчас дело за другим персонажем, который тоже недавно себе открыл этот темный гламур. Это я не называю специально для тех, кто еще не прочел шестую книгу. Вот. Ну и все это будет уже решено и развито как бы в седьмой части. Да, пожалуйста. А еще раз? Ну, есть определенные задумки, такие, что как бы пока не хочется озвучивать. Мы пока это дело обсуждаем, как это все лучше подать. Вот. Вообще, вот лично мое как бы желание, не знаю, пойдут на это, не пойдут мои издатели, редакторы, что раз книга полна таких каких-то загадок, интриг, что-то такое интригующее, то чтобы и финал у нее был таким, что вроде с одной стороны все закончилось, все сюжетные линии как бы разрешены, но чтобы в конце что-то такое произошло, очень такое какое-нибудь необычное и красивое, не знаю, удастся нам это воплотить или нет, и чтобы было понятно, что мы еще можем вернуться как бы вот в этот мир, встретиться с этими героями. Ну, пока это вот на уровне все хотело, не знаю, как удастся это все воплотить. Вот. А так когда-нибудь, почему бы и нет, если у нас сейчас из других книг персонажей уже присутствуют в Зерсале, да почему бы не встретить и персонажей в Зерсале потом в каких-нибудь других книгах. Вот так. Да, сейчас можно делать сиквел, приквел. Буквел. Спин-офф. А вот как вам удается сразу с несколькими издательствами сотрудничать? Они не ревнуют вообще? Ну, вроде все так удачно складывается, что особо никаких разногласий нет. Еще дело в том, что Росмен, он специализируется на фэнтези, на подростковой фантастики. Например, издательство АСТ. У них как-то так, либо более детский возраст, это вот книги, покажу, Аграфена, тоже, может, кто-то из вас читал. А, да, там стопку-то я уже вижу. Вот. У них, с одной стороны, на более младший возраст, а с другой стороны, на более старший. Уже такие 16-18 лет молодежь. Вот сейчас мы тоже с АСТ обсуждаем, как можно сделать еще одну, как бы, серию. Уже на более такой взрослый возраст. Ну, пока тоже все на уровне переговоров, то есть никакой конкретики еще нет. Вот. Если это все выгорит, то это тоже будет такой очень интересный проект, о котором потом отдельно везде все напишут и сообщат, проанонсируют. Вы хотели бы видеть что-то другое на лошадную цель? То есть вас устраивает по лошадке обиданцев? Это да, вот, кстати, такой вот редкий момент, когда меня с самого начала прямо устраивало вообще все. С Ольгой мы недавно познакомились в Москве, я там был в ноябре. Это очень такая творческая, приятная женщина, которая просто фонтанирует идеями. Вот мы уже с ней обсудили, что она хочет сделать на обложке последней книги. А перед этим как раз готовился пантеон, и она тогда вот нам озвучивала, что бы она хотела на нем нарисовать. Правда, потом идея претерпела небольшие изменения. Там, может, в Инстаграме видели, в его Росмэна, черновичок это там оставил, она стала девушкой, быстренько сфотографировали и выложили. Картинка как бы была совершенно не такая, как в итоге вышла на книге. А само оформление мне безумно нравится. Все вот эти переливания, зеркальные осколки, сразу как-то настраивает на нужный лад, и уже читатель открывает книгу, и он уже примерно знает, чего в ней ждать. Да, пожалуйста. Академия Паттамонева. Что же Тимофей Зверев и Тима Паттимова? Тимофей Зверев. Тоже открою небольшой секрет. Этот персонаж встретится скоро в одной из следующих книг, но уже не зерцали. И там будет немножко такой забег назад, и будет рассказано, как именно он дошел до того, с чего начинается первая книга Академии Пандемониум. А Димка Трофимов, он персонаж появился чисто уже в Академии, как приятель Тимофея. Ну, их мы будем уже только развивать дальше. То есть никаких предысторий, там все уже будет с ними интересно. У меня один вопрос. Можно? Можно? В какой степени, я не читал Ваших книг, к сожалению, но в какой степени идеи патриотизма и, допустим, воспитание подрастающего поколения присутствует в Ваших книгах? Это один вопрос. И второй вопрос. В какой степени социальные сети помогают Вам или прислушиваетесь ли Вы к ним в выборе судьбы персонажа, в характере персонажа или в чем-то таком? Понял. Вопросы. По поводу первого вопроса, значит, во всех книгах, конечно, я стараюсь что-то такое использовать и привнести, но мне самому в детстве, вот когда я читал книги, очень сильно не нравилось, когда это все подавалось таким вот прямо тоном навязывания какого-то такого вот прямо жесткого морализаторства. Вот у меня это все есть, но я это стараюсь подать в каких-то интересных ситуациях, как-то в каких-то таких эпизодах, историях, что, например, читатель читает, и он понимает, что персонаж поступил плохо в данный момент, что в будущем ему это обязательно аухнется. Вот, то есть как бы оно все присутствует, и даже темой какого-то поддержания любви к родине, интерес какой-то к прошлому, к историческим событиям. Вот взять тот же случай, что описано, как Калиостро был в России, и мало кто догадывается, что это был в принципе реальный случай, он на самом деле был в России в это же самое время, и на самом деле у него был потом организован клуб каких-то поклонников и продолжателей его дела. Вот, я взял эту идею, как бы развил ее в книге, ну, с фантастическим допущением. А соцсети я, в принципе, сам активный пользователь, состою во всех группах по Зерцали и по другим книгам. Вот, ну, по мере возможности, конечно, я читаю и отзывы все, и некоторые претензии к админам. Ну, и считаю иногда, что претензии вполне обоснованные, когда там раньше времени выдают какие-то, например, финал новой книги. Вот, ну, помогает это в том плане, что я читаю и понимаю, что вот этот персонаж на самом деле интересен, он чем-то зацепил. А вот эта ситуация, она на самом деле, например, как-то вот была интересна, и уже интересно, что же будет дальше. Вот, то есть постоянно тоже помогает находиться в таком в тонусе и знать, что то, что я делаю, нравится людям, нравится читателям, и значит, я делаю это правильно. Еще вопрос. А является ли основным потребителем, мы не будем говорить, основным читателем ваших книг Урал, Екатеринбург, или это все-таки гораздо шире, и это по всей стране? Это гораздо шире, потому что издательства московские, и сеть распространения у них идет через Москву. Также знаю, что за границей каким-то образом просочилось, зерцали, видимо, просто кто-то увез, подарил. У нас тоже такие прямо истории детективные разворачиваются. У меня тоже расскажу немножко. Сестра работает в книжном магазине, продавцом, и внучка, которая живет где-то на Дальнем Востоке, зная, что я живу в одном городе с ее бабушкой, прислала бабушке книгу «Не поленилась» бандеролью, чтобы бабушка сносила эту книгу в магазин моей сестре, чтобы я там появился, через неделю подписал эту книгу. Потом пришла бабушка, забрала ее и отправила бандеролью обратно на Дальний Восток. Я говорю, да книги ведь продаются в этом же магазине. Бабушка пришла бы, купила и отправила. Зачем столько много лишних телодвижений? Всегда так забавно и интересно. Там руку тянет человек. Да, пожалуйста. Можно вернуться на жарку нового блога в источнике в Инстаграме? Есть ли не секрет, что это было на эскизе? На желтом вот этом кусочке бумаги? Там Ольга планировала, ввиду того, что на каждой обложке присутствует какая-то часть человеческого тела, она планировала нарисовать босую ногу, которая наступает на какие-то искрящиеся там горящие осколки. Но потом, видимо, они решили, что все-таки нога на обложке будет не очень хорошо смотреться. Ну и поэтому вынесли на передний план вот эти две карты Джокеров. Но думаю, что может оно и к лучшему. Да, пожалуйста. Винь, если вернуться опять же к вопросу о распространении поклонников ваших книг по стране, есть ли предложения о переводе взрывтарей или других серий на первую очередь? На зарубежные языки? Ну, как-то я вот не в курсе таких предложений. Может быть, они, конечно, и есть. А хотелось бы? Ну, конечно, хотелось бы. Что все, мы-то их читаем, пусть и они нас почитают. Ну, в принципе, мне кажется, что были бы, потому что ничего особо такого исконно русского, славянского, что, в принципе, эта история могла бы произойти, мне кажется, в любой стране. Везде есть подростки, которые влипают в неприятности, везде есть какие-то люди, которые жаждут славы, наживы там и готовы там любыми путями к этому идти и добиваться. Вот. То есть, мне кажется, что, наверное, это везде было бы понятно. Пожалуйста. Да, ну, действительно, книги Пинин читали по всей стране. Сейчас мы свяжемся с Южной Осетией, где тоже есть поклонники, чтобы они смогли по скайпу задать свои вопросы и пообщаться с нами. А куда смотреть надо? А куда смотреть? В ноутбук. В ноутбук. Да. Пока мы настраиваемся, можно еще вопрос задать. Еще вопросы есть? А что такое пардус? У него есть закона языка. Пардус – это на старославянском название крупного зверя кошачьей породы. Пантера, гепард. Раньше они их всех просто пардусом называли, поэтому мы вынесли это слово в заголовок. Кто-то убежал. Вот Аксамас Гоглоид. Вызывает. Вон Леон Павлович. Вон Леон Павлович. Надеюсь, Евгений, что может быть и сюда приедешь, и здесь устроим такую встречу. Я хотела бы, чтобы это получилось, конечно. Как у вас там? Как проходит встреча? Встреча проходит хорошо. Вы меня слышите? Я не знаю просто, куда говорить. У вас за спиной полный зал народу. Полный зал. Очень приятно. Я уже разговаривала своих родителей. Он всегда им большие приветы. Говорит, что немножко со временем. Если бы было это время, я бы уже приехал, бы тоже поучаствовала. Ему тоже привет. Мы с ним спишемся по Фейсбуку или где-нибудь в Одноклассниках. Может, плохо слышно, конечно. А у меня тоже так плохо слышно. Ну, так терпимо. Я говорю ему тоже спасибо. Передавайте приветы, что мы с ним спишемся по переписке в Фейсбуке или в Одноклассниках. А может, какой-то вопрос, Эльяна, вы зададите. Вопрос какой-нибудь для Евгения. Да, вопросы, ну, в принципе, вопросы особо... Выдают одни восторги за то, что такие неспешные принципы, пишутся не радуются этим успешным. Единственное, что, конечно... А он просто весь в проводах. В проводах. Я немножко поясню, просто оказалось, что люди знакомы с моими родственниками в Осетии. И поэтому вот они передают привет. Ну, давайте продолжим разговор. А Викторина вы когда начнете? Не подключите. А может быть, мы тогда, пока вы еще придумываете вопросы, или есть вопросы уже? Да, пожалуйста. А я ничего не расслышал. Волки, крысы, медведи, волки, банды. А! Ну, просто вот крысы и волки и медведи – это такие персонажи, которые очень часто упоминаются в различных, там, мистических, там, фантастических сериях. Поэтому мне как-то было интересно, что раз уж они фэнтезиные такие персонажи, пусть они тоже встретятся в Зерсале, пересекутся как-то. А Пантера – это как раз наоборот такой очень красивый, мощный зверь, но который особо не встречался, вот, ну, не знаю, лично мне, да, чтобы его использовали как оборотня, как главного персонажа какой-то серии. Вот, и поэтому в нашем мире, вот, когда герои там в Санкт-Эренбурге находятся, вот, то мне захотелось, чтобы именно Пантера была одним из персонажей, которому помогает. Вот, ну, а сразу возникают вопросы, как он стал таким, что он стал таким, что он скрывает. Он же там ничего, как бы, особо не заговаривает о себе, не сообщает. Вот, и поэтому, как бы, была написана отдельная книга, отдельная история, которая тоже станет серией с несколькими продолжениями. И там уже более подробно, там, немножко приоткрою, там будет Пантер, целый клан, у них там свои места сборищ, и причем все происходит в наше время, как бы, в наших реалиях. Ну, очень получилось все, сразу так скажу, интересно, динамично, и понравится в первую очередь поклонникам комиксов, именно по построению сюжета, там есть супергерои, суперзлодеи с разными способностями. Вот, ну, то есть, вот, пантеры жгут. Отъехал. Да, пожалуйста. На какой-то вопрос вы бы хотели ответить сами, но вам его никогда не задают. Обычно спрашивают, на какой вопрос вы устали отвечать, а тут вот, какой не задание. На какого устал отвечать, это самый такой странный вопрос, где вы берете вдохновение. Просто нереально ответить. Вот, а вообще даже, ну, очень часто задают вот такой вопрос, это все ВКонтакте. Почему вы не приезжаете туда-то, почему вы не приезжаете сюда-то, на Аляску, там, в Норвегию, там, везде все. Просто вопреки какому-то сложившемуся, наверное, мнению, писатели, они не обладают такими средствами, чтобы покупать билеты во все эти точки земного шара. Вот, и поэтому, ну, Москва там, само собой, там как бы было официальное приглашение. Очень так интересно прошли все эти встречи. В Питере я оказался только потому, что мы туда приехали, как отдыхают туристы, и попутно решили, значит, организаторы устроить встречу. Ну, тоже она там состоялась. Очень так хорошо. Вот, ну, а если, например, меня приглашают куда-нибудь в Бишкек или в Алматы, то туда как бы, ну, мне нереально это доехать, потому что я и не в отпуске, и работаю. Вот, ну, в обозримом будущем почему бы нет, как бы все решаемо. Ну, вот пока вот так. Просто я стараюсь отвечать людям ВКонтакте на эти вопросы, а они их и задают, и задают, и все время города там называют разными, там, от Улан-Удэ, там, не знаю. Ну, вот так вот. Да, пожалуйста. Можно принеслаться отзывы, которые находятся, ну, с персональной стороны книги? Вы сами выбираете эти отзывы или редакторы? Нет, это сугубо роль редакторов, издателей. И я еще, насколько знаю, что в разных тиражах даже одной и той же книги разные отзывы ставятся, то есть они меняются. Вот, если, например, взять книгу из первого тиража и, например, из какого-нибудь третьего, то в задней части будут разные отзывы. То есть они вот это отслеживают, как бы у них это все так хорошо получается. А отзывы как раз берут вот из группы ВКонтакте. Там специально создана тема, вот туда ребята пишут, и вот они там самые лучшие стараются использовать. Вот. Еще кто-то в руку тянул? Да, пожалуйста. Какие слова? Ну, в принципе, не так трудно. Главное, вот как-то настроиться. Ну, как я понял, трудно ли придумывать слова, которые нечасто используются в обиходе, да? Ну, слова придумывать, говорю, не очень трудно. Главное, вот настроиться вот на это повествование. И потом оно как-то само собой уже просто возникает. А когда, например, пишу выдержки из дневника, вот князя там Поплавского или отца Катерины, они говорят вот на своем языке. Вот подстраиваешься под это дело, и как-то оно так органично получает. Когда общаются персонажи изерцали, тоже как-то примерно стараешься влезть в ихнюю шкуру, и как они обсуждают и используют все эти названия. Вот, то есть, такая вот работа писателя, это, наверное, существование одновременно сразу во многих образах, потому что все персонажи разные, и из-за каждого надо как-то успевать отрабатывать. Да, пожалуйста. Вот у вас даже в одной серии изерцали очень много персонажей, главных, второстепенных, и серии у вас очень много, и там, скорее всего, тоже очень много разных персонажей. Вы не путаетесь? Какой серии? Кто чем занимается? Ну вот, когда я весь в процессе в этом, я как-то не путаюсь. А если я, например, Аграфену в руки вот не брал месяца четыре, то там, да, уже как-то так, навскидку сразу и не вспомнишь, как зовут, например, кого-то из второстепенных героев. Но для этого у меня уже, как я говорил, есть тетради для записей. Если такой черновик открыть, там, конечно, кроме меня никто ничего не разберет. Все вот так вот перечеркнуто, зачеркнуто, поправлено. Но да, вот, например, если надо вернуться к какой-то книге конкретной, то вот эти записи поднимаешь, и там начинается с того, что имена персонажей кто есть кто, а потом небольшие данные из их родословных, чуть не сказал, биографии, да, про каждого вкратце по чуть-чуть, и примерно так уже, когда настраиваешься на нужного, то оно уже как-то идет само собой. Вот тоже кто-то руку тянет за колонной. А из какой серии? Ну вот, если брать Зерцалию, то мне нравится тоже, как и другим, наверное, Алекс. Потому что, как мне сказали, я списал его из себя, хотя я этого не планировал. Вот. А также вот новая серия Пардус. Очень мне симпатичен вот этот новый герой. Тоже небольшое отступление сделаю. Серия Пардус, она впервые, книга эта была выпущена под другим названием и с другими совершенно там именами, названиями и какими-то сюжетными ходами. Она называлась «Кошачий глаз», наверное, слышали в это название. Вот. Но там возникли очень большие финансовые сложности и проблемы с авторскими правами, которые не желали нам возвращать, хотя серия была просто закрыта. Ну, вышло так, что издательство обанкротилось. Книги продолжать оно уже было не очень намеренно, но когда попросили вернуть авторские права, они их тоже не вернули. Вот. Поэтому пришлось немного изворачиваться и там как-то придумывать. Вот. Ну, тоже такой опыт, куда без него. Но в итоге сейчас я считаю, что «Кошачий глаз» — это был черновик, черновой вариант вот того, что выходит сейчас, потому что серия получила очень много добавлений, очень много идей у меня сразу с ней возникло. Вот. Ну и сам вот этот персонаж, он как-то стал таким, ввиду того, что это всё-таки была моя первая книга. Вот. Наверное, он нравится мне больше, чем все остальные. Для него уже тоже там расписанная вся его биография, члены семьи, которые тоже все, кто во что гораст, вы ещё в этом убедитесь. Вот. Ну, поэтому вот так. И вот если у вас есть книги «Кошачий глаз», которые, по-моему, в Екатеринбурге не особо продавались тогда ещё, вот. Сейчас их можно, ну, просто как какой-то такой артефакт, да. Первый вариант бета-версии альфа. Вот. А «Пардус» — это уже вот именно то, что вот мы хотели, что мы сделали, что как оно должно быть уже в нормальном виде. Попасть? Да. Ну, в «Зерсале» — это, конечно, жесть. Скорее всего, вот, наверное, в «Афанасии» Никитина, потому что очень такой интересный мир, интересные герои, но также, возможно, ещё фотография, потому что тоже очень так всё забавно, весело, там всегда динамично. Да, пожалуйста. Ну, просто число три, оно как-то такое сакральное и хорошо всегда звучит, и, как правило, у нас всего везде по три. Понравилась мне такая идея. Ну, и ещё тот факт, что в ключах калиостры изначально присутствовала частица его крови, и думаю, что, ну, на три-то ещё могло у него хватить, а если побольше, уже, наверное, возникли бы проблемы. Он бы стал донором. Да. Сам для себя. Вот. Если тоже кто-то интересуется, тоже задавали мне вопросы ВКонтакте, что стало с «Красным ключом». «Красный ключ», он ближе к финалу опять возник, и в седьмой части мы обязательно ещё про него узнаем. Да, пожалуйста. Ваш персонаж Никита из «Дельцаря» умеет ездить на мотоцикле, а вы сами умеете ездить на мотоцикле? Я умею ездить на велосипеде мотоцикл, мне никто не доверяет просто. Но так, может быть, если бы сел, может быть, и поехал. Правда, уехал бы далеко или нет, это уже другой вопрос. Ещё вопросы? Ну, вроде всё узнали. Викторину ещё не хотите начать? Давайте проведём Викторину, друзья. У нас вот здесь есть замечательные вот такие постеры различные, они вот с автографом автора. Вот. Вопрос. Пожалуйста. Очень тоже такой вопрос интересный. Вот когда я текст сдаю, и когда он проходит коррекцию, то, в принципе, мне нравится. А когда он выходит из типографии в виде напечатанной книги, то я там очень много нового нахожу. Ну, мне в этом плане повезло. Мы работаем с Валентиной Сергеевной. Это такая очень опытная женщина, такая уже профессионально настоящая. И она всегда приносит какие-то правки, как правило. Я с этим соглашаюсь, потому что она может любое, вот даже самое простое предложение, так его сделать, что оно начинает звучать очень лучше и красивее. Но потом бывает, что книга с типографии выходит, и там, например, могут даже имя перепутать. И вот на каком уровне вот это происходит, тоже такой странный какой-то вопрос из разряда мистики. Это вот вы, наверное, как раз все в курсе, да, финал четвертой части, когда там обозвали девушку по-другому. Вот. И в Пантеоне тоже есть такой момент один. Но если пропустили вы его, тогда я не буду на нем заострять внимание. Так что вот. Ваши книжки, книги, они были бы, наверное, более... То есть героев бы читатель как-то бы идентифицировал, если бы они были с рисунками. Вы говорите, у вас есть хороший художник, который вот делает эти обложки. Может быть, подумать стоит об этом, чтобы ваше видение все-таки персонажей до ваших читателей бы довелось путем того, чтобы оно было графическим каким-то образом. Понял. Чтобы были иллюстрации. Может быть, не обязательно цветные. Я смотрю, оно там... Векану в варианте. Да, да. Ну вот. Вот, Жень, если у вас есть ответ на вопрос? У меня есть, но вы тоже можете что-то сказать. Я просто хочу сказать, что читатели этой книги сами придумывают то, как выглядят эти персонажи. и в ВКонтакте, и в Фейсбуке огромное количество портретов. Совпадают. Ну, не знаю, совпадают ли они с тем, как их представлял Евгений. Но, по-моему, у каждого читателя своя Катерина, свой Матвей, и, возможно, даже иллюстрации готовые каким-то образом могут подавить фантазию. Это тоже такой вопрос интересный. Да, смотря какова задача. Я, когда пишу книгу, я стараюсь писать всё так, чтобы у читателя работала его собственная фантазия, его собственное представление. Поэтому я стараюсь персонажа набросать такими жирными стишками, а каждый читатель уже видит его так, как хочет сам видеть. И когда вот они рисуют, да, рисунки я всё время отслеживаю, это всё ВКонтакте, постоянно выкладывают в группах. Но некоторые вообще так очень точно как бы прямо вот видят, но некоторые видят совершенно иначе, но и в этом тоже есть свой плюс, потому что у людей фантазия работает, они уже как-то так представляют. А вообще насчёт иллюстрации, да, как бы, ну, мы когда поднимали этот вопрос, что очень сильно выросла бы цена книги. Нет, чёрно-белую, если бы сделать, то тут бы больше только художников. Ну, может, когда-нибудь потом, когда серия закончится, её переиздадут в каком-нибудь коллекционном там издании с исправлениями всех этих вот опечаток, неточностей, может, какие-нибудь иллюстрации вставят, не знаю, посмотрим. Вдруг, чем чёрт не шутит. Может, просто энциклопедия, ну, что-то типа путеводителя. Вот хорошая идея, кстати, всех идут. В одну книгу. Потолкина уже много всего? Да, Потолкина много. Вот, ну, это уже потом, когда серия закончится, уже достигнет всё своего финала, вот тогда, может быть, что-нибудь и будет, посмотрим, не знаю, сейчас загадывает уже. Евгений, сейчас вы вот в этом возрасте. Будете ли вы, вырастая, у вас большие перспективы как художника, как писателя, ну, будет вам 40, 50 лет, 60, 100? Будете ли вы продолжать эту тему? Или ваши герои будут расти? Ну, может быть, придут какие-то более взрослые темы, о которых будут написаны другие книги. Но пока вот оно идёт. Видимо, как говорят человеку, столько лет, насколько он себя ощущает. Вот я пока себя ощущаю в желании писать вот такие книги. Когда-нибудь оно может, конечно, измениться. Но пока вот так. Там девочка. Прошу. Да, пожалуйста. Я хотел спросить, Евгений, это ваше настоящее имя или всегда нет? Это моё настоящее имя и фамилия. У нас по театру водят экскурсии иногда по закулисью. И когда люди вот сейчас ходят мимо, у нас недавно повесили таблички всем на двери. Вот сейчас висит Евгений Гоглоев за флит. Уже как дверь показывают, как одно из достопримечательностей театра. Да, пожалуйста. Ну, очень хорошо, что он существует. Может быть, в какой-то параллельной реальности он есть фотографию с путеводителем, с этим дорожным знаком. Тоже обошла, по-моему, весь интернет. Направление, синяя табличка, сам Теренбург и указание количества километров. Да, пожалуйста. Да, да, да. Ну, уже задавали. Я пока не знаю, не было предложений. По другой книге, может быть, будет. Повторюсь. Предложений пока не было, и были предложения по другой книге. Давайте все-таки проведем в викторину. Узнаем в вашу юридицию, насколько внимательно вы читали. Книги Зерцалии, да. Катерина, задавай вопрос. Так, у нас семь вопросов. Четыре не очень сложных, и два очень сложных. Когда будут сложные вопросы, я буду предупреждать, чтобы вы морально подготовились. И для того, чтобы не возникло никакой неразберихи, кому получать приз за правильный вопрос, поднимаем руку. Кто первый поднял руку, тот отвечает. Договорились? Евгений, попрошу вас следить за тем, кто первый поднял руку, и кто... Включая на вопрос, представляйте. Первый вопрос. Мне сложный. Как зовут зеркальную ведьму, племянницу красной апатисы, которая много лет провела на земле в подвале особняка Сухоруковых? Так, девушка была первая. Ну, да. А, фамилия? Даша, да? Второй вопрос. Тоже еще не очень сложный. Как называлось зеркало тюрьма, куда помещают преступников до конца их жизни? Ксюша, зерцикурат. Почти. Зерцикурат. Ну, засчитываем, да? Конечно. Как зовут? Ксения. Ксюша, да. Да, давайте похлопаем. Так. Еще один вопрос, на который вы, наверное, с легкостью ответите. Перечислите прозвище всех членов демонической пятерки. Вот. А кто был первый молодой человек, да? Еще два. Ага. И последний. Да. И вас зовут? Даниил, да? Это был сложный вопрос? По-моему, да. Или очень сложный? Нет, это был сложный вопрос. То есть мы тогда книгу. Тогда книгу для Даниила. У Даниила нет еще какой-нибудь, может, книги? Какую? 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 Есть Аграфена и Афанасий Никитин. И Афанасий Никитин. Что посоветуете? Аграфена. Аграфена? Данил, да? Да. Как звали по-настоящему даму теней? Как звали по-настоящему даму теней? Опять же вопрос из разряда, как назывались. Как называются огромные ящерицы, которые были покрыты стеклянными шипами? Нет, не хироптера. Нет, там совсем другая буква была. Да, циклоперы. Так, у нас последний идет. Екатерина. Вот сейчас у нас самый-самый, наверное, сложный вопрос. Как переводится название трех лун, которые есть в Зерцалии? Не как они называются, а как переводятся на русский язык. А предыдущий вопрос, Ирина, да, выговорилась? Как предыдущий вопрос? Не помню. Кто выиграл предыдущий вопрос? Кто назвал циклоперу? Катерина. Катерина. Ну? Хорошо, то есть, как они... Помните? Как они на русский язык переводятся? Кажется... Нет. Так, никто не помнит? Ну, попытайтесь. Хорошо, а как они тогда называются? А у вас уже есть все эти книжечки? Шпаргалки. Лен, можешь повторить? Нет, не повторить. Правильно. Алиса, ну так вы, Лиза, было два вопроса. На первый никто не ответил. На второй был задан. Алиса получает книгу Афанасия Никитя. Да, еще у нас есть сертификат. Сейчас его разыграем. Давайте тоже какой-нибудь... А вот, кстати, вопрос... Давайте немножко объясню, что это за сертификат. Да, что за сертификат. Это совершенно случайно. Не... У нас сегодня все немножко так сумбурно, и немножко все не без косяков. Ну, здесь все хорошо, но будет другая встреча на Блюхера, живое слово. И там, если мы с вами еще встретимся, я вам там объясню, что у нас произошло. А этот сертификат на одной из следующих встреч, это будет либо по Пардусу, либо уже по седьмой Зерцалии, когда она выйдет, я снова приеду в Екатеринбург, и обладателю вот этому сертификата я привезу книгу, и прямо на встречу ее подпишу и вручу. А пока вот вы его храните у себя. В тему косяков немножко у нас тут вот пропустили почему-то одну букву, и я вот ее подрисовал. Да. Было фэнтези, но правильно? Фэнтези. Вопрос для тех, кто внимательно слушал и участвовал в нашем сегодняшнем разговоре. В какой еще книге мы встречаемся с Платоном Далманским и Серафиммой? По-моему, девочка в бирюзовом, одна из первых. Может, Алина, Академия по Незвониуму. И сертификат на следующую. Встреча на которой... Алина. 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 Что у нас, призы кончились, да? Все? Очень жалко, что у нас кончились призы. Но зато я вижу у вас почти у всех есть с собой книги, которые вы, наверное, хотите подписать у автора. Самый у нас, в моем случае, книга чей, это Кирилл. А Кирилл, это все твои книги, или вы со двора собрали? Твои, да? И ты их все прочитал уже. Ну, давайте тогда тебя впустили вперед. Потому что ты действительно на практике доказал, что ты, наверное, самый большой поклонник в нашем городе. Творчество Евгения Гоглоева. Спасибо вам, друзья, что... Так, это я забираю. Поверни, пожалуйста, вот этим боком. Да, вот этим боком мы их сфотографируем. Я немножко еще про встречу следующую сообщу. Там планировалось изначально розыгрыш вот таких вот футболок в Зерцале, если кто-то из вас будет. Но ввиду того, что у нас Почта России доставила, как всегда, розыгрыш состоится, но футболки вы получите завтра, послезавтра. Об этом там или телефоны оставить, или что-то. То есть если будет желание. Ну и еще там будет еще один артефакт, которого сейчас очень сильно все жаждут. Да, а они уже как бы здесь, там. А это уже иллюстрации, да, принесли? Вот как раз, да. Вот как раз к вопросу о том, что книга не иллюстрируется, она на самом деле иллюстрируется, но читателями. Вот. Кто автор? Я. Кирилл? А, подожду. Ну ты еще и художник, все. Вот. Ладно, друзья, мы вот встречу в библиотеке Белинского будем завершать. Вы сейчас автограф-сессия, вы так все организованно подходите со своими книжками за автографами. Если вдруг у кого-то какой-то книги нет, можно их приобрести. Так. Вот. И пополнить свой библиотеку. Да. Но давайте все-таки организуем красивую очередь. Красивую очередь. Да. Иди сюда, я тебе. Я тебе. Окей. Это неизвестно. Так, это правильно. Спрашивать, Евгений, можно? Да, немножко спойлер вас попросить. Как-то раз на сайте издательства Ростмен уже были выданы, ну, как сказать, даже, наверное, спойлер был. Опечатка. А? Опечатка. Опечатка. Ничего. Все названия книг, начиная с залией, заканчивая уже другими фэнтезиками, и там есть сайдер-клубки. Да, это был такой крохочный. Но они потом после этого их назвали, они все нашли. Это подарок. После того, как ты пошли в их сеть. Да. Я не надежу тебя. Я извиню. Я не надежу тебя. Я извиню. Я извиню. Я извиню. Я извиню тебя. Извините, я принесу вас осетинскими пирогами, так сказать, на ты мне. А мы вот уже их пощупали, он датыр-клубки. Спасибо большое. И желаем творческих успехов. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Преподолжение следует. Валя, 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 подойди сюда. Вот эти фотографии. Ну ладно. Я ж должны увидеть, как Злоев, как Злоев. Почитаю. Сфотографируйте. Пожалуйста. Я что-то вывел. Они учатся. Я сейчас их. Она там. Да. Спасибо. Спасибо.